Добрый вечер дорогие друзья, в эфире программа Попутчик, меня зовут Юлия Каменева. Помните строчки из песни Владимира Высоцкого «Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, очкастый частный собственных в зеленых серых белых жигулях». Видимо антагонизм между водителями и пешеходами, водителями и сотрудниками ГИБДД, водителями между собой уходит далеко в прошлое своими корнями. И возможно ли его как-то искоренить? Сегодня мы говорим о хамстве на дорогах и вообще о культуре поведения на дорогах. Я с удовольствием представляю вам моих собеседников. Это Дмитрий Чугунов, руководитель проекта «Стоп Хам». Добрый вечер. Дмитрий, большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. И Кирилл Бунин, активист того же проекта. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Дорогие друзья, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 617 95 55, код Москвы 495. Звоните. Сегодня, к тому же, мы разыгрываем два билета. Мы являемся информационными спонсорами шоу «Автоэкзотика», которое будет проходить в спорткомплексе «Лужники», простите, с 5 по 7 июля. Два пригласительных билета за лучший вопрос или лучший смс. И еще. Мы разыгрываем пригласительный билет на две персоны в спорткомплекс «Олимпийский». Плавать это всегда полезно, но лучше это делать в правильном месте. Там, где устанавливались мировые европейские рекорды, там, где разыгрывались олимпийские медали. Бассейн «Спорткомплекс Олимпийский» работает с 7 утра до 11 вечера, а на крыше бассейна сейчас находится летний солярий. Так что звоните, задавайте свои вопросы. Хотя, мне кажется, стимулировать билетами вас и не нужно. Тема такая очень актуальная, живая. Я думаю, что у вас возникнут свои истории, возникнут вопросы, которые вы, может, захотите задать нашим гостям. А мы с удовольствием на них ответим. Да, смски обезуясь прочитать все. А для начала давайте посмотрим сюжет. Борьба с хулиганами и хамами – это дело не только правоохранительных органов. Однако, находясь за рулем, вы вряд ли погонитесь за лихачом, который вас подрезал, чтобы объяснить ему, что он неправ. Да и состязаться с ним в скорости – занятие неблагодарное, особенно если он за рулем мощного импортного автомобиля, а вы – на отечественном авто. В вашем арсенале только клаксоны, моргание фарами, а также пожелание ему очень доброго пути. Только таким образом вы сможете выразить автохулигану свое негодование. Проблема неадекватного поведения в обществе существует во многих сферах. Большинство уже давно махнули на это рукой. Однако, некоторые не желают мириться с таким положением вещей. Взять, к примеру, Российский футбольный союз. Эта организация разработала кодекс чести для игроков, тренеров, футбольных функционеров, клубных боссов, журналистов и болельщиков. Практически все его пункты применимы и к участникам дорожного движения. Они должны принимать законы и правила честной игры, отвергать всяческое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства, строго следить за соблюдением норм речи. Возможно, подобный документ был бы очень полезен, если бы его постулаты начали соблюдать и водители, и пешеходы. Дмитрий, вот откуда идут корни неуважительного отношения друг к другу водителей в нашей стране? Подождите, я пока отхожу от просмотренного видео, там было несколько кадров очень интересных. Знаете, есть мнение, что если взять, собрать людей в одном городе, и это будут люди одной расы, одного вероисповедания, примерно одного вида деятельности, то не про это и буквально одного дня, как вечер, они все опять расслоятся, и начнется антагонизм под тем или иным признаком. Ну, к сожалению, наверное, это часть нашей природы, выделять себя и делиться. В любое, вы зайдете в помещение, скажете некий тезис, там, условно, это хорошо, это плохо, 30% вас поддержит, 30% не поддержит, 40% будет индифферент на то, что вы скажете. И антагонизм между пешеходами и водителями, ну, зачастую действительно существует, это невыдуманный факт, так же, как между водителями и водителями более дорогих и более дешевых машин. То есть, вот я не единожды сталкивался с мнением, что если ты едешь на «Жигулях», тебя ни во что не ставят. Как только ты пересел хотя бы на «Фольксваген», на «Форд», уже появляется уважение. Если ты сел за «БМВ», то, в принципе, все тебе уступают дорогу, и резко ты свой статус повышаешь. Это есть, я с этим сталкиваюсь, там, условно, ежедневно, я это вижу. Я передвигаюсь на корейце, но он достаточно неплохо выглядит, он такой корейский МЛ, фактически, хоть и Сан-Йонг. То есть, я нормально передвигаюсь. До этого ездил на «Волге», уважения не было никакого. То есть, там, ну, это, к сожалению. Но вы говорите сейчас только о нашей стране или вообще в целом? Потому что я очень часто сталкивалась за границей, где-нибудь, например, в какой-нибудь крошечной стране, в Монако, когда большой джип X5 может, допустим, пропустить маленький ГЕЦ. Может, а вообще для меня... То есть, там это в порядке вещей, а у нас ведь нет. Вот откуда это? У нас, знаете, здесь есть... Менталитет. Ну, менталитет такое слово, знаешь, Кирилл, я бы сказал... Может, это просто зависть? Не согласился. Это одна из составляющих. Мне кажется, что здесь ряд факторов накладывается. Во-первых, из 90-х, вот этот период достаточно жесткий, когда в большей степени авторитетом обладали те люди, которые занимались профессией. Вот, не знаю, бандиты почему-то были вот впереди, да, вот самые популярные профессии были в 90-е годы, бандиты и проститутки. Ну, вот как-то так получилось. И во многом этот перешиток прошлого, то есть, там, чем больше машина, чем сильнее двигатель, это некая проекция, ну, на тебя самого. То есть, да, так же, как люди начинают качаться, ходить в спортзал, чтобы быть сильнее, чтобы так или иначе быть более внушительными. Здесь то же самое. В Европе, я был в Италии, я в Риме не увидел ни одного джипа. Я ходил по центру Рима достаточно долго, нету крупногабаритных машин. Люди понимают, что ограниченное пространство, узкие улицы, исторический центр, они не покупают, ну, не ездят в центре года, либо не покупают большие авто. Это неудобно, это автомобиль для загорода. У нас, наоборот, центр Москвы, если у тебя есть Хаммер, приезжай на Хаммере. Был бы более громоздкий автомобиль, приехали бы на более громоздком. То есть, это статус уважения, там можно посмотреть 8 человек. То есть, посмотрите, у меня большой автомобиль, значит, я тоже важный, и нужно мне вот уступать дорогу. Это тот ряд причин, которые, к сожалению, есть. И это все так же из Москвы, как из центра нашей родины, транслируется в регионы. Люди считывают модели поведения. Ну, люди в Москве, они же не глупы, наверное, да, они скажут, ну, вот, видишь, там вот так вот качают. Приезжают обязательно на переговоры на дорогих больших машинах. Давай мы тоже купим, ну, чтобы не отставать. Дальше все это транслируется, опять же, в регионы. То есть, поэтому мы и начали реализовывать проект СтопХам в Москве, в силу того, что географически я здесь живу изначально, а также я для себя понимаю, что это такая точка, откуда потом круги разойдутся поводить на всю страну. Ну, это вот, наверное, одна из причин была, что уже невозможно терпеть этого хамского отношения. Люди четко поделились на несколько лагерей. То есть, ты действительно можешь столкнуться с тем, что человек, он смотрит на тебя, мимо тебя смотрит. То есть, кто ты? То есть, если ты подошел, и ты одет немножко не так, или вышел не из той машины, человек тебя изначально классифицирует как, ну, как холопа фактически. Узгляд такой, я могу только так вот для себя понять. То есть, а ты кто? И этот вопрос до сих пор остается, а кто вы такие? Ты подходишь к человеку на машине? А вы подходите, что вы говорите, как вы представляетесь? Ну, мы в любом случае, когда подходим к человеку, мы представляемся от лица проекта, который мы представляем. Ну, это что вы говорите? Можете сейчас нам сказать? Ну, при продублируем. Вот я стою третьим рядом. С моделированием ситуации. Ну, вот и хорошо, моделируем ситуацию. Стоит водитель, далее там второй, третий ряд, ну, не важно, как бы, если дальше там первого. Я подхожу, и, естественно, доступным, понятным языком, вежливом тоне, я представляю, что, здравствуйте, там, меня зовут Кирилл, я представляю там общественное движение СтопХам. И не могли бы переправлять свой автомобиль, так как он может затруднять проезд там общественным транспортом, либо другим людям и так далее. В любом случае, сначала мы ведем диалог. Далее, если как бы водитель, он попадается какой-то там, не знаю, агрессивный, как бы, ну, там получается... Как часто? Вот какая есть статистика? Вот соотношение тех, кто говорит, да, конечно, сейчас переставлю, и тех, кто вступает в перепалку, а потом еще и... Статистика? Давайте по статистике мне проще будет сказать, потому что Кирилл год... Ну, я, в принципе, тоже могу... Я не знаю, как статистика, Дима-то, естественно, начинал этот проект, но в тот момент, когда я пришел, проект уже стал более узнаваемый. И все-таки я считаю, ну, мое мнение, что в тот момент, когда проект только набирал свою популярность, в принципе, я думаю, люди меньше соглашались как-то, и с какой стати я буду перепарковывать свой автомобиль, когда подходит какой-то молодой парень, девушка, и просит меня перепарковать свое авто. По прошествии лет проекта уже три года, и в то время, как я сейчас участвую в рейдингах на данный момент, и от этого как-то, знаете, вот на те же самые машины 20, дай бог, один найдется человек, который как-то откажется парковать машину. В принципе, сейчас все люди стали как-то более понятливыми и не идут на конфликты зачастую, и, в принципе, да, перепаркуют свой автомобиль сразу. Вот это, как я заметил. Раньше, в принципе, ситуация была... Могу подтвердить, в начале проекта ситуация была диаметрально противоположной, потому что еще никто даже тезис в голову не вкладывал. То есть люди жили в своем мире, у них была... Ну, система была в состоянии покоя. То есть вот я, вот моя машина, вот мой статус, да, я занимаюсь этим делом. В принципе, для всех привычно. Встал ты этим рядом, ну, как бы все стоят, и я стою. И тут неожиданно в этот мир входит какое-то постороннее тело в возрасте, там, 20 лет, да, на вскидку очень небольшое тело. И говорят, добрый день, и ты не понимаешь, кто это говорит. Он тебя просит перепарковать машину. Ты искренне не понимаешь, почему он к тебе вообще подошел. Это неудимение считывается с лиц. Как? Как я посмел? То есть, а в дальнейшем, когда я настойчиво, да, там, мы просили перепарковаться, недоумение переходило в агрессию, потому что человек не знает, как реагировать. То есть у него даже в голове нету пункта, что можно спокойно отреагировать и уехать. Где-то он не знает. Ну, уступить, это значит показать свою слабость. Скорее всего. Скорее всего, это именно так и интерпретировалось. Хотя с нашей стороны всегда было начало шаблонной фразы. Добрый день, меня зовут Дмитрий. К сожалению, ваше авто мешает проезду по тем или иным причинам. Давайте вот, в зависимости от ситуации, я объяснял, по каким причинам. Знаешь, мы могли вступить в спор, но я всегда предупреждал. Говорю, уважаемый, мы можем с вами вступать в дискуссию. Вы можете со мной не согласиться, но я искренне вас прошу перепарковать авто. В противном случае, мы будем вынуждены подарить вам наклейку на лобовое стекло. Я вас уверяю, она отдирается не очень хорошо. То есть, да, это дополнительный был, наверное, какой-то стимул для людей. Как так? То есть, да, и на этом проект, собственно, и начался. Из-за того, что люди не готовы были согласиться с тем, что они хамы. Готовы были отставить свою хамскую позицию от начала и до конца. То есть, вот это вот желание доказать, что я мужик. Или я не мужик, я женщина, но у меня есть мужик. Который, если что, приедет и объяснит, что я его женщина. То есть, да, вот это такая абсолютно простейшая психология людей, которые на протяжении долгого периода времени жили в другой системе координат, где ни закон, ни правила, ни нормы приличия правят балл, а статус. Количество денег, количество знакомых, количество завязок, наличие корочки ФСБ или друзей в ФСБ, либо машину за 5-6 миллионов рублей, что автоматически должно тебя как ветром сдувать, да, что вот на дороге ты едешь, мимо тебя проезжает, все сразу перестроились, а дорогу, дорогу ему, это же вот едет, 6 миллионов рублей. Я серьезно вам говорю, я разговаривал с девушкой, которая приехала из Питера, она очень неприемлемо относилась к стоп-хаму, да и сейчас она относится. У нас с ней делок не получился, объясню почему. Она говорит, у тебя есть машина вообще? Я говорю, у меня есть машина. А какая у тебя машина? Я говорю, у меня Сан Йонг, Кайрон. Сколько она стоит? Я говорю, 600 тысяч. А у меня 6 миллионов. Я говорю, и? Ну и все. Я говорю, ну в принципе на остаточную стоимость можете взять ножик и тнуть меня в ногу. Хотя нет, можно не в ногу, можно в глаз. Потому что там, ну как бы у вашей машины стоит 6 миллионов рублей, а у меня всего 600. И вы извините, что я с вами разговариваю. Может мне отойти в конец зала? Что мне сделать-то, объясните мне. Какие чаще всего нарушения, вот за какие нарушения чаще всего автомобилисты получают наклейку на лобовое стекло? А у нас, в принципе, вот на наклейке написано, мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу. Если человек посчитал, что его дела важнее, чем дела всего остального города, и он может припарковаться вторым, третьим, пятым рядом, стоять в машине, сидеть в машине, смотреть кино, ждать своего шефа, ждать свою девушку. Мало ли вариантов есть, в основном, это основные, шефа ждут девушку, еще кого-то. Ну значит, если он адекватно пошел на этот шаг и не соглашается уехать, первый претендент на то, чтобы получить наш замечательный стикер на лобовое стекло. То есть, ну а в дальнейшем мы стараемся разговаривать. Если нет водителя, мы клеим на авто, в исключительных случаях, если мы реально понимаем, человек ушел, не оставил ни телефона, поставил реально за пределами, там, третьим рядом, переградил полдороги, встал на автобусной остановке, на тротуаре, там, невозможно ни пройти, ни проехать. Мы прямо сразу клеим и уходим. То есть, помимо этого, у СтопХам уже есть еще несколько видов деятельности. Это непосредственно работа с нелегальными парковками, мы ходим, собираем конусы. У нас такой замечательный... Это когда вот рестораны, она огораживает для себя парковку и не пускает никого... Ты, в принципе, приезжаешь... С улицы, только если ты приехал в этот ресторан или в кинотеатр. Вот тебя спрашивают, вы в ресторан? Нет. Ну, тогда приезжайте дальше. Почему? Потому что здесь место для ресторана. И, конечно, люди не имеют ни документов, ничего, но как ты начинаешь туда парковаться, они проявляют, опять же, агрессию. Потому что у них есть некая инструкция. Им сказали, сюда парковать только для ресторанов. Ну, этим славятся в основном такие, либо крупные сети, очень такие, да, известные, либо хорошие пафосные рестораны, где власть имущие любят проводить время. То есть они считают, что у них есть достаточное количество связей, чтобы потом этот вопрос разрулить. Ну, и сейчас у нас основная деятельность – это борьба с теми, кто очень любит ездить по тротуарам. То есть Москва – город пробок, и это ни для кого не секрет. Сейчас делается очень много для того, чтобы это было не так, но пока это так. И люди очень спешат с утра на работу, а вечером с работы по тротуарам. То есть невзирая ни на людей на тротуаре, ни на что. То есть они едут, и я вам клянусь, изначально для меня было шоком. Едешь по тротуару, тебе сзади бип-бип. Мне? Да, да, тебе. То есть там слева сугроб, справа сугроб, там мама с коляской должна что сделать? Схватить коляску и побежать, залезть на сугроб? Нет, человек едет, он бип-бикает тебе, пропусти, я же еду. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Антон, я звоню из города Твери, как бы наблюдал некоторые за проектом «Стоп-фам», и вот такой вопрос у меня появился с Дмитрием непосредственно. Я вот, например, фанат спортивных автомобилей, я не любитель нарушать правила, езжу на гоночные треки, выступаю и так далее. Но вот такой вопрос. Когда вы клеите наклейку, вы как бы наносите ущерб автомобилю, и вы это никаким образом не компенсируете. Я считаю, что без представителя закона вы не вправе этим заниматься. Ваше право и так считать, я не могу вас в этом ограничить. Единственное, что хочу вас расстроить, развеять мифы в голове. К счастью, наклейка, наклеенная на лобовое стекло, не несет физической порчи имущества, потому что мы не клеим наклейку на лакокрасочное покрытие, потому что действительно может привести к тому, что краска может сойти. С теплой водой и с Божьей помощью вы в течение 40 минут достаточно уверенно отклеите наклейку со своего лобового стекла. Это займет у вас некоторое время, но не оставит никаких следов на вашем лобовом стекле, если вы приложите к этому усилия. Да, большое спасибо вам за вопрос. Мне кажется, очень часто к вам предъявляют подобные претензии, какое вы имеете право, если вам лично не нравится, где я припарковался, то это как бы ваши личные проблемы. То же самое, что если, допустим, мне не нравится, допустим, ваша рубашка, и я предъявляю к вам какие-то претензии. Но на это я хочу нашим телезрителям сказать, что если рубашка, допустим, какого-то человека не нравится, и она нарушает законодательство Российской Федерации, то тогда вы имеете... Вы вправе совершить гражданский арест. Если моя рубашка очень плохо пахнет, или она измазана в чем-то нехорошем, и я пачкаю окружающих, это одно. Когда моя рубашка чисто визуально нарушает ваше психическое состояние, это свидетельство от того, что у вас не все в порядке с психическим состоянием. И только когда машина или человек считает, что вот я могу поставить свое имущество или себя таким образом выставить за рамки, и говорит, да мне наплевать. Очень часто с этим сталкиваешься, когда говорит, вызывай полицию. И в этом читается, да мне по барабану на полицию. Вопрос я решу, ты-то чего ко мне подошел? Человек откровенно едет по тротуару, я его останавливаю, говорю, скажите, пожалуйста, вы почему едете по тротуару? Он говорит, вы знаете, я вот за два месяца меня на тротуаре останавливают в среднем один раз. Это 2000 рублей. Езжу я здесь 28 дней в месяц. И если посчитать, то 56 поездок мне стоят 2000 рублей. Это дешевле, чем в метрополитене. То есть давайте так, вот пока это будет стоить таких денег, я буду ездить по тротуару, потому что я экономлю свое время. Ба, да в его словах есть логика. У нас нет неотвратимости наказания. И пока это будет так, они будут ездить по тротуару. Ну, конечно, не все, но вот та часть клей, которая считает, что это целесообразно. Поехайте, и пускай кому-то будет там некомфортно. Ну да, я хочу сказать нашему телезрителю, который звонил, что ребята же не клеят наклейки всем подряд, а именно тем, кто нарушает правила. Если вы не паркуетесь там на два парковочных места, я думаю, что переживать не о чем. Там сомнение именно в том, что почему вы не вызываете полицию, говорит нам Антон как бы своим вопросом, почему вы это делаете? Ну, потому что мы, если бы полиция справлялась со своими должностными обязанностями, и этой проблемы не было бы, нас бы не было на улице. Но помните, в советское время тоже были патрули на улицах, которые ходили? Патрули, дружинники. Дружинники. Те, кому не все равно, которые, в принципе, помогали реализовывать гражданское общество и порядок на улицах. Сейчас этого, к сожалению, нет. А знаете, здесь как рынок, так же. Есть спрос, будет предложение. Спрос на, скажем так, на безопасность на улице, на некую справедливость на улице, он есть. Люди устали от того, что несправедливость, кругом. Вот куда ни ткни пальцами, везде будет несправедливость. И проект СтопХам – это одна из разновидностей, скажем так, борьбы с несправедливостью. Фактически это так. И люди, которые приходят в СтопХам, это люди, которым так же, как и мне, так же, как Кирилл, надоело просто. В принципе, даже потому что не все равно. Ну, просто не все равно. Хорошо. Мне кажется, что все-таки и с вашим проектом, и, может быть, чаще мы бываем за границей, и уже как-то наше общество стало более дисциплинированно, чем 5 лет назад, допустим. Как вы считаете? Я считаю, да. Согласен полностью. Не-не, абсолютно точно. Но это когда мы говорим о парковках, когда мы говорим о том, что паркуется третьим рядом, а, допустим, до сих пор, как мне кажется, осталось вот это хамство на дорогах во время поездки, во время движения. То есть, например, дискредитация по дискриминации, вернее, по гендерному признаку. То есть девушек на дорогах до сих пор, сейчас, наверное, много будет смс по этому поводу, до сих пор в нашей стране сильна вот эта дискриминация, и вот за какие такие грехи мужчины не любят женщин. Я объясню, почему. Я просто хочу рассказать историю на своем собственном примере. Я только купила машину, еду, пробка большая, останавливаюсь, стою, машина у меня такая вся чистенькая, беленькая, я такая в ней вроде ничего сижу, пробка, и, значит, рядом останавливается газель. И мужчина так сверху вниз смотрит на меня, он смотрит, жена его, и, видимо, дочка сидит, и все они на меня смотрят. Я посмотрела на них раз, два, ну, длительное время продолжается. Я думаю, может, что-то случилось? Открываю окошко и спрашиваю, что, что-то не так? И он мне говорит, а что ты переключаешь коробку передач? У тебя же автомат. А поскольку я в пробке стою, я ему говорю так, бензин экономлю, ну, на нейтральку ставлю просто, и все. Ну, а нога затекает просто. Он говорит, не экономить нужно, а зарабатывать. И я закрыла окошко, сижу вот в этой своей машине, как будто оплеванная, извините. Вот спрашивается... Это мужик на Годиле сказал. Да, вот спрашивается, за что? То есть изначально он мне сказал, что эту машину купила себе не я сама, а кто-то мне ее купил. И ты вот сидишь такая здесь. И такое часто бывает. Вот когда особенно едет человек на ком, там, я не знаю, там, на Жигулях, что-то на меня так смотрит. Откуда ты взялась такая? И даже не в этом. Когда я выезжаю, я хорошо езжу, я автомобильный журналист. Изначально уже предубеждение относительно женщин, что они вот крадучиеся... А я вам скажу, откуда это важно. Давайте подождите секундочку, сейчас телефонный звонок у нас есть. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, это ко мне тоже? Да-да-да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Ага, так вот у меня вопрос такой. Как он будет себя чувствовать, если обнаружит наклейку огромную на лобовом стекле, где будет написано, какой ты молодец? Если будет написано, какой я молодец, я прям обрадуюсь. На самом деле я понимаю, о чем вы говорите. Если мне наклеят наклейку на лобовое стекло, надеюсь, это будет в том случае, если я буду реально неправ. То есть, да, если наклейка несет действительно некий месседж, и я выставил себя за рамки, и эта наклейка заслужил, это одно. Если это будет акт хулиганства, то я расстроюсь, конечно, отатрую и воспрямую это как акт хулиганства, не более того. То есть я как минимум не расстроюсь, давайте прямо так скажем. Потому что понимаю, ну, мало ли у кого какие причины наклеить мне наклейку. Я для себя понимаю, что у многих есть, возможно, зуб на меня, но было бы глупо, если просто так, ага, это его машина, давай наклеим. Но если машина стоит нормально, никому не мешает, на нее никто не наклеит наклейку, если, конечно, человек не идиот. Давайте прямо отдавайте себе в этом отчет. Если машина переградила полностью въезд во двор, или там не может припарковаться ни скорая, ни машина скорой помощи, ни пожарная, то наклейка будет на лобовом стекле. А куда деваться-то? Ну, а как иначе? Донести до человека. Я часто сталкиваюсь с такими историями, что мне человек говорит, дай Христа ради мне наклейку, у меня вот около... Во дворе есть человек, которого весь двор ненавидит, а ему все равно. И они вот за 3-5 сеансов его наклеивали наклейку, переучат, и начинают нормально парковаться. И таких историй куча. Отвечая на ваш вопрос... Да, мы вернемся к женщинам. Спасибо вам за ваш вопрос. Отвечая на ваш вопрос, есть ощущение, что, ну, опять же, это сложившийся стереотип. То есть основная масса девушек, когда садится за руль, они ведут себя не так, как мужчины, которые сели за руль. Не так. То есть если брать в процентном соотношении, мужчин за рулем все-таки больше. И они ездят немножко более агрессивно. В силу, опять же, наличия некого количества гормонов, да, которые являются мужскими, да, которые и отвечают за это состояние некого, да, агрессивного вождения. То есть ты едешь, ты перестраиваешься, ты стараешься попасть из пункта А в пункт Б чуть быстрее. А когда сталкиваешься с правильной ездой, а правильная езда – это 60 км в час, а средняя скорость потока – 80, то, конечно, все начинают непроизвольно материться, материться про себя. Ну же, и начинаешь перестраивать, то есть, в принципе, девушка в потоке – это некая помеха, которая заставляет людей перестраиваться вправо, влево, вправо, влево. Я думаю, что дисциплинированных водителей и мужчин столько же. Просто вот это какое-то предубеждение общества существует относительно женщин за рулем. Я вот так скажу, дисциплинированные, да. Уже давным-давно все инструкторы говорят о том, что женщины даже более аккуратные водители. А никто не спорит. Более аккуратные не значит, что они вписываются в общую конву. Я говорю, мужчин больше, мужчин больше. Да, у нас это агрессия. Просто чуть быстрее, да. Вот помните, в сюжете одна из последних фраз была о том, стоит ли ввести закон об агрессивном вождении? Стоит ли наказывать за это? Вот давайте посмотрим, что ответили люди на улицах относительно этого закона. Стоит его водить или все-таки нет? Ну, я не знаю, у меня личное мнение бесполезно. Это закон какой-то вообще. Это не имеет никакого речи просто. Стоит. Надо ездить по правилам, а не агрессивно ездить. В Москве правило скорость 60 километров, значит, надо ездить в 60. Стоит. Ну, из-за, так сказать, очень борзых водителей бывают такие. Я не против. Спокойнее на дороге будет. Дураков же много ездить. За перестроение, без включения поворотника хотя бы, если бы штрафовали, уже было бы неплохо. Хотя законы у нас, ну, сами понимаете, ввести это мало. Ну, наверное, да. Хамства меньше можешь на дороге встанет. Я считаю, стоит. Люди по лету начинают неадекватно себя вести и в силу этого создают опасные аварийные ситуации на дороге. Да, стоит. Ну, в Москве довольно часто водят агрессивно. Я думаю, да. Потому что из-за агрессивного вождения часто люди попадают в непонятные ситуации. И происходят аварии, ДТП или жертвы. Я думаю, стоит, конечно. Безусловно. Ну, потому что это приводит к травматизму на дорогах. Да, потому что многие ездят вообще не соблюдая правила, подрезают остальных, создают аварийные ситуации. Ну, наверное, стоит, да. Да, бывают такие ездят отмороженные, что просто страшно рядом ехать. Я считаю, что нет. Пусть лучше разберутся с коллапсом, который творится на дорогах. Ну, вообще-то стоит. Слишком на дороге много молодых развелось, горячих. Мне кажется, что здесь единогласно, да. Все автомобилисты практически сказали, что да, этот закон бы не помешал. Другой вопрос, знаете, какой? Как же контролировать? Кто контролировать будет? Контролировать, ладно. Знаете, как у меня вопрос возникает? Вот это спросите у тех же там, вот возьмите 10 человек, 20, скажите, вы за коррупцию? Нет, я против. Нужны законы у заточающей коррупции 100% всех сажать, всех. Но когда ты едешь в своем авто за 500 километров от Москвы, тебя останавливает гаишник, и начинает 2,5 часа тебя мурыр. Он имеет на это право, он 2,5 часа. А у тебя сзади в салоне жена, ребенок маленький, собака, теща, которая не хуже собаки. Ну, понятно, тоже хочется дать взятку. Все против, но все как бы думают, блин, ну проще дать 300 рублей. И вот эти вот 99%, которые скажут, я против коррупции, первые дадут 300 рублей. Первые. Вопрос, они все, конечно, против. Вопрос-то абсолютно такой, как же это слово совсем забыл, не требующий подтверждения. Конечно, против. Конечно, но как они себя поведут в этой ситуации? Мне здесь гораздо больше интересно, как бы реализовывали, как бы следили за нарушениями. Потому что вот у нас недавно приняли закон о курении, все равно все до сих пор курят, и в переходах, и в ресторанах. И, в общем, никто ничего сделать не сможет. А у нас телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Да, вот добрый вечер, Валерий Московской области. У меня вопрос такой, к одному из оппонентов. У кого-нибудь есть водительское удостоверение и машина? Вот вопрос. Вы, наверное, невнимательно смотрели нашу передачу. Дело в том, что да, у меня есть водительское удостоверение, стаж вождения у меня уже 5 лет. У меня Сан Йонг Кайрон 2009 года выпуска. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и ответ был исчерпывающим. Спасибо вам за вопрос. Теперь вернемся к нашим вопросам. Мы говорили с вами о чем? Мы с вами говорили о женщинах за рулем до этого. Это да, о женщинах за рулем. О законах, которые не работают. О законах, которые не работают. Спасибо, Кирилл. У нас, к сожалению, повальная мода сейчас стала на номера, которые временные. Вот они спасают идеи от всего. Человек может ездить на транзитах по полосе общественного транспорта со скоростью, превышающей космическую. И ему не приходит ни штрафа, ничего, никакого невозможно найти, идентифицировать. У нас на рейде парня сбил какой-то чудак на Volkswagen Touareg и уехал. У него были транзитные номера, до сих пор ищем. Я после этого ходил к начальнику ГИБДД города Москвы. И до сих пор там это все подвешено в состоянии. Никто не знает, как его найти. Нет, человек, вот уехал, все. Понимаете? Митрий, у нас есть смс-вопросы от телезрителей. Добрый день, где можно приобрести ваши наклейки? Знаете, люди в городах справляются сами. То есть печатают за свой счет в любой типографии. Мы наклейки не продаем. Мы, если вы приедете к нам на рейд, мы вам подарим какую-то небольшую часть. Если вы скажете зачем, вы пришлете потом видео подтверждение. Чтобы не было тех самых провокаций, когда наклейки клеятся просто так. Давайте запустим наш смс-опрос. Как вы реагируете на хамов на дороге? У нас три варианта ответа. Никак предпочитаю не связываться, проявляю агрессию в ответ. Или хамы мне не встречаются. Нам очень интересно ваше мнение. К концу программы мы подведем итоги. Пожалуйста, отвечайте. Все телефоны, номера вы видите на своих экранах. Так, а мы продолжим. Дмитрию вопрос. Кто вам оплачивает эти акции? Вот это вопрос. Ну, видимо, здесь вопрос заключается в следующем. Кто оплачивает печатание наклеек? Наклейки стоят дорого. И проект изначально, который вышел из молодежного движения нашей, там этих проблем не было. Но когда мы вышли с самостоятельной плаванием, столкнулись с тем, что денег на наклейки практически нет нигде. И мы начали изыскивать. То есть мы занимались этим новомодными словами. Фаундрайзингом, краудфайдингом. Мы всячески говорили, у нас классный проект, друзья, помогите нам. И на самом деле, уже к тому моменту, когда мы вышли, проекту был практически год, а может быть чуть меньше. И уже, в принципе, была некая история. Есть люди, они до сих пор к нам присоединяются, звонят, которые готовы нам помогать. Они не готовы приходить на рейды. В силу того, что они работают, у них действительно статусный бизнес, у них семья, дети. Но они готовы помогать финансово. Это первое. Второе. У нас есть канал на Ютьюбе, с которым у нас партнерское соглашение о размещении рекламы перед нашими видеороликами. И у этого канала уже более миллиона подписчиков. Таким образом, мы на протяжении уже последнего года фактически решили вопрос с наклейками. То есть мы этим вопросом не заморачиваемся. У нас на наклейки, вот деньги приносит интернет, на наклейки и на то, чтобы у нас более качественно было смонтировано видео. То есть проект сейчас себя так окупает. Мы не стремимся сейчас пока никаким образом его монетизировать. Может быть, в дальнейшем к этому придем. То есть кто-то делает в интернете наши майки. Мы даже знаем, кто, и мы не против того, что ребята этим занимаются. Кто-то делает наклейки, пытается продавать. Мы к этому пока не имеем никакого отношения. Скажите, а у вас есть какая-то собственная статистика относительно того, что можно по марке сказать или по каким-то атрибутам автомобилей, что перед вами находятся владельцы этих автомобилей чаще, чем другие, нарушают правила дорожного движения. Вот это собственная такая статистика. Вот, например, у меня есть такая статистика. Когда я выходила делать подобные опросы на улице и подходила к автомобилистам, чтобы задать им вопросы, чаще всего соглашались поговорить либо люди на каких-то автомобилях такого среднего уровня, либо российских, либо таких там, ну, начального какого-то такого по стоимости уровня, либо это какие-то премиум-бренды, даже я бы сказала лакшери-бренды. А вот водители премиум-брендов, BMW, Mercedes, Audi, они чаще всего очень по-хамски вели, говорили, что у меня нет времени, но это, как говорят, о каких-то комплексах людей. А вот, например, на каком-нибудь автомобиле Mercedes McLaren человек мог выйти в костюме и очень вежливо и с удовольствием ответить на вопрос. Вот у меня, например, какая-то такая моя статистика есть. То есть вот эта средняя прослойка, это люди неразговорчивые и такие, очень часто ведут себя по-хамски по отношению к журналистам, и я уверена, что по отношению к другим участникам дорожного движения. Вот у вас есть какие-то собственные наблюдения? Личная выборка, Кирилл. Наблюдение, в принципе, у меня такое есть, но, знаете, я все-таки даже думаю, что это в зависимости от ситуации какой-то, потому что у меня часто бывают какие-то такие моменты, что меня наоборот удивляют вот эти самые водители на автомобилях какого-то премиум-класса, когда ты ожидаешь от них какого-то высокомерного взгляда или, наоборот, что на тебя он будет как-то смотреть свысока, все же люди бывают, попадаются такие культурные, общительные очень. Но если брать конкретно рейды, когда, например, у нас проводятся рейды, и я там обращаюсь к какому-нибудь человеку, который сидит в каком-то там авто там дорогом и так далее, то зачастую все-таки я встречаю в таких автомобилях самих водителей, а не хозяев данного автомобиля. И, соответственно, как бы они либо пытаются отмалчиваться, либо они все время как-то пытаются намекнуть на стоимость, да ты знаешь, что тебе будет. Хотя, в принципе, как я считаю, что если это был бы человек, человек, чье авто именно принадлежит этому человеку, то я думаю, все-таки он бы не подвергал бы это как-то, я не знаю, такому моменту, чтобы мы как-то наклеили и так далее. Хотя, в принципе, бывают такие ситуации. Но чаще всего, если это водитель, он уезжает далее, так что не будет ему приятно, как-то выйдет его там какой-то работодатель и увидит, что у него на лобовом стеклеет наклейка, и далее куда он сможет двигаться. А когда попадается человек, чье авто является его собственностью, то, в принципе, да, он пытается намекнуть, какая стоимость, и, в принципе, не идет разговор. Даже порой стучишься, так, стеклышко, поговорите со мной, а он отвернется так вальяжно, руку положит, там, или на разогрязи, ты что снимаешь, ты знаешь, кто я, у тебя будут проблемы, в принципе, вот это. А если взять даже людей, у которых там авто, там, стоимость уже ниже, там, среднего класса, то, в принципе, смотря кто попалится. Машина попроще, люди попроще. Ну, в принципе, да, попроще, но тут бывает, что изморозит. Выносите телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Василий, у меня вопрос к Дмитрию. Да, Василий, мы вас слушаем. Я бы хотел задать вам вопрос. Меня интересует ситуация, когда против вас проявляют агрессию. Чаще всего за кадром остаются ситуации, доводите ли вы эти дела до логического завершения, подаете ли вы в суд или обращаетесь ли в милицию по этим вопросам нападения. Чаще всего с оружием они даже бывают. Да, Василий, спасибо за вопрос большое. У нас действительно, к сожалению, к нашему, особенно в ночные рейды, часто истории с конфронтациями, с применением силы, с нанесением телесных повреждений. И за несколько последних месяцев у нас есть несколько заявлений в органы внутренних дел, и судебное разбирательство есть, и вынесено решение. Одного человека на двое суток посадили арест и штраф ему небольшой какой-то вменили. То есть, ну и мы стараемся, если прям ситуация выходит за грань, доводить до логического завершения. Зачастую это просто, к сожалению, не нужно никому, кроме нас. С той стороны есть противодействие. Это история с наездом на тротуаре, человека из Рейндж-Ровера со своим адвокатом. Она так ничем и не закончилась. Объясню вам почему. Сотрудники внутренних дел дважды потеряли дело. Третий раз просто человек не стал даже обращаться туда и заводить. Просто два раза потеряли, он сказал третий раз, но это, видимо, бесполезно. С той стороны, видимо, какое-то прям совсем было поощрение хорошее. Раз дважды в одном и том же месте было потеряно дело. То есть, ну, к сожалению, это есть. Но мы стараемся... Не только в этом дело. Как они объяснили, что показания расходятся. Показания расходятся. Один потерпевший говорит одно, а тот, кто, в принципе, довел, говорит другое. Поэтому, извините, не видим... Да-да, потерпевший говорит одно версию. Да, говорит, показания, говорит, не сходятся. Не видим состава преступления, и все. И, соответственно, надо закрывать... К сожалению, очень много этих несостыковок. Хорошо. Вот еще есть одно проявление хамского отношения на дороге, когда человек едет, может быть, в крайнем левом, может быть, и нет. К нему подъезжают очень близко, включают фары и начинают просто преследовать. Вот как себя вести в такой ситуации? Первое, что приходит на ум, доехать до поста ДПС. Сразу. То есть, вот доехать до поста, также держа его за собой. Ну, а у вас какие варианты есть? Ну, например, кто-то говорит, а вы можете нажать педаль тормоза и газа одновременно, и загорятся стоп-сигналы, но скорость вы терять не будете. И тогда человек увидит, что вы его пугаете таким образом, агрессивно тоже себя ведете, и, соответственно, он отстанет, просто перестроится в другой ряд и объедет вас. Знаете, если человек сознательно вас провоцирует на какие-то действия, значит, он преследует какую-то цель. Если вы едете за рулем авто, и вы там один или, не дай бог, вы с ребенком, с женой, то, конечно, такие действия противопоказаны. А отвечать провокацией на провокацию, это значит начать играть в эту игру. И если человек сознательно пошел на нее первый, значит, у него для этого есть настроение, для этого есть некие основания, он может быть не вполне адекватен, это может для вас просто плохо кончиться. Поэтому это мои рекомендации в данной ситуации, если вот нет другого выхода, если есть возможность, приезжаете до поста ДПС, либо до любого ближайшего сотрудника ДПС, ППС, ну, нужен какой-то представитель власти, который сможет в этой ситуации вам помочь. Если нет, то смотрите, то есть у вас есть мобильные телефоны, вы можете попытаться там встроиться в другой поток. Каким-то образом включить, конечно, смекалку, но, к сожалению, такие действительно случаи есть, и люди могут попытаться отжать ваш автомобиль, чтобы вам что-то объяснить, если им что-то не понравилось. Такая ситуация у нас буквально вчера была. Да, давайте вернемся к этой ситуации. Я сейчас пока подведу итоги СМС-опроса, как вот ответили наши телезрители. Как вы реагируете на хамов на дороге? Никак предпочитаю не связываться, ответило 56% наших зрителей. Проявляю агрессию в ответ 33%, что, заметьте, немало. Хамы мне не встречаются 11%. Видимо, хамов все-таки много раз. Ну, не встречаются. Но 11%... И еще очень интересно опрос среди подписчиков в нашей группе ВКонтакте. Мы задавали вопрос, «Оказываетесь ли вы участником конфликта на дороге?» Вот что ответили подписчики. Постоянно 19 человек, несколько раз становился 84 человека, и никогда 100 человек. Ну, то есть у нас люди все-таки стараются, наверное, не связываться больше. Вот, предпочитаю не связываться. Лидирует. И наши телезрители больше всего ответили на этот вопрос. Вот. И вернемся к вашей истории. У нас немного времени осталось. Да, вкратце я постараюсь ее рассказать. Просто мой друг, достаточно хороший, попал в абсолютно неприятную ситуацию, когда ехал по третьему транспортному кольцу на своем авто. Был ремонт дороги, он начал перестраиваться, и маневру не понравился группе мотоциклистов, которые решили, что маневр был слишком дерзкий, решили догнать и объяснить, что человек был неправ. Сразу поясню, что вот в автомобиле находилось два человека. Оба живут в Москве практически с рождения. И учились в школе с первого класса. У нас буквально 30 секунд. Я понимаю, да? Одного зовут Георгий, второго зовут Муса. Один этнический грузин, другой чеченец. Видимо, ребята посчитали, что два человека против пятерых, это абсолютно нормально. В итоге завязалась драка, пять человек отжали БМВ, и они полностью в своих латах напали на ребят. У них не было другого выхода, кроме как защищаться, выстрелили с травматического пистолета, официально зарегистрированного. В итоге во всех СМИ кавказцы сбивают русских ребят. То есть вот это, конечно, история, когда начинают педалировать агрессию через СМИ, пытаясь все перенести с ног на голову, ни к чему хорошему не приводит. Друзья, уважайте друг друга на дорогах и старайтесь не ханить. Да, да, да. А я подведу итоги наших вопросов. Значит, билеты на автоэкзотику у нас выигрывает Валерий из Московской области, и Василий выигрывает билеты в Олимпийских. А мне остается... О, в бассейн Олимпийский, да. Мне остается только проститься с вами. Уважайте друг друга, берегите себя. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Автоплюс»